Неолитический археологический участок Мяцзяяо в городе Сиань был открыт ещё в 1923 году, однако раскопан только с 2004 по 2006 годы. При раскопках было вскрыто три культурных слоя, объединённых в группу под названием Яншао в восточной части реки Хуанхэ, включающие культуры Банпио, Мяо-дигоу и Кэшэнджуан от 3300 до 2000 года до нашей эры. Участок в 45 гектар имел культурные слои глубиной от 1,5 до 4 метров. В результате раскопок было найдено 166 углублений с керамикой. Из самых ранних анализы пыльцы показали, что климат в те времена был засушливый, с характерной степной растительностью. В результате раскопок были обнаружены две ямы периода Банпио, возрастом от 3400 до 2900 лет до нашей эры, с артефактами, которые напоминают установки для пивоварения. В обеих ямах были обнаружены три типа сосудов, широкополые горшки, лейки и амфоры с удлинённым дном, с желтоватым осадком на дне. Формы сосудов отражают процессы пивоварения, дофильтрации и хранения. Для изучения осадка учёные провели крахмальный, фитолитный и химические анализы, чтобы подтвердить самые ранние факты пивоварения в Древнем Китае и разгадать старинный рецепт пива. Хоть публикация ещё от 2016 года, всё равно это интересно. В Китае самые ранние письменные свидетельства о пиве появляются из поздней династии Шан, приблизительно 1250-1046 год до нашей эры. Согласно надписям, люди Шан использовали солодовые зёрна, в том числе просо и ячмень или пшеницу, в качестве основных ингредиентов пивоварения. Просо или ячмень было неясно, потому как в китайских иероглифах для них одно и то же обозначение. Учёные предположили, что традиция пивоварения в Китае берёт своё начало из неолита Яншао в 5000-2900 годы до нашей эры, когда в долине Жёлтой реки были основаны крупные сельскохозяйственные поселения, потому как первые свидетельства изготовления ферментированных напитков, но из риса, были датированы девятью тысячами лет. Из поселения на реке Хуанхэдзяху, благодаря археологическим данным, фитолитным и химическим анализам, учёные выяснили, что люди Яншао варили смешанное пиво со специализированными инструментами и знаниями по контролю температуры. Результаты указывают на то, что представители Яншао разработали сложный метод ферментации путём соложения и заваривания солода горячей водой с различными крахмалосодержащими растениями. Древние китайцы были большими гурманами. Они добавляли в пиво разнообразные клубни, которые содержали крахмал и сахар для ферментации, добавляя при этом пиву сладковатый вкус. Вероятно, в ходе экспериментов они разработали собственные рецепты. Один из таких рецептов учёные определили опытным путём. Это было, наверное, весьма интересно варить пиво, подбирая пропорции ингредиентов и анализировать какие следы оставляет его осадок. Этот вид деятельности доверили студентам. Наверняка рабочий день заканчивался приятно. Больше всего с китайским рецептом совпал следующий. Смесь 70% проса посевного или магара и 25% ячменя погружали в воду до прорастания при температуре от 20 до 28 градусов Цельсия. Большинство зёрен прорастали через восемь дней. Далее их отжимали и сушили. Затем солодовые зёрна измельчали и смешивали с нагретой водой для достижения конечной температуры в 65 градусов по Цельсию. Температуру поддерживали в течение двух часов. Наконец пюре охлаждали при комнатной температуре и давали возможность бродить в пивоваренном контейнере в течение двух дней. Во время ферментации каждый контейнер был закрыт крышкой для создания анаэробной среды. Состав крахмальных ингредиентов при ферментации состоял из проса пшеницеевых и овлевых слёз или бусинника, с небольшим количеством клубней растений, включающих корень тыквенных трехозан Кириллова, ямс рода Диаскорея и лилию прекрасную. В результате пиво получалось густым и если его не фильтровать, то пить его можно было только через соломинку. Наличие ячменя в Древнем Китае вызывает массу вопросов, так как эти события происходили за тысячу лет до начала выращивания его в регионе. Ячмень был впервые одомашнен в Западной Евразии, а затем перемещен в Китай, предположительно через среднеазиатскую степь. Возможно, ячмень был довольно экзотической пищей в то время. Фермеры, вероятно, получали его в процессе обмена с соседями, но и у соседей он появился значительно позже. В Китае, вероятно, пивоварение связано с повышенной социальной сложностью в четвертом тысячелетии до н.э. Период культуры Яншао в регионе реки Вэй характеризовался иерархически организованными структурами поселений с ритуальными пиршинствами элит. Дома становились больше, с очагом в центре комнаты. Вероятно, производство и потребление пива у Яншао способствовало возникновению иерархических обществ в регионе, известному как колыбель китайской цивилизации. Так что губят людей не пиво, а совсем другие вещи. Ну а я не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.